Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Независимо от того, что я к тому сроку уже была дважды мамой Состоявшимся педагогом Семейным человеком Но это был самый счастливый день в моей жизни Так уж сложилась моя судьба Что у меня командиры были Это комсомол, потом партия Вот что сказали, что надо То, значит, вот как-то Ну, сложилось так Потому что я Ребенок войны Как раз это вот все И потом очень рано, где-то От 8 до 10 лет ушли мои родители Из этой жизни Так случилось все Ну, и вот Обстоятельства Конечно, влияли на Мое сознание А оно, конечно, еще было Совсем не сформированное После окончания пединститута Пятигорского Вот, физико-математического факультета Меня направили Ну, всех же нас направляли на работу Это была сельская школа Краснокамышанская Номер 2 Вот за Моздоком Ну, вот это была школа На 100 с лишним человек Средняя Но для детей Людей, работающих на отгонных пастбищах Там интересно было Воду привозили По пятницам Вот такие талончики были Два ведра Вот, это же степи У меня хранится вот такой талончик Два ведра Вот Я проработала там Учителем физики, математики Потом меня завучем назначили А последний год директором А я уже начала там порядки наводить А летом приехала сюда К дяде Здесь у меня Мамин родной брат старший Жил с супругой И как-то вот я с ними поддерживала связь Они со мной И А тот период как раз вернул Никита Сергеевич Хрущев Калмыков на свои места И тогда с кадрами там порядок И вот директор школы, который сменил меня там Он нуждался в этой работе А я нуждалась в том по-честному, чтоб уехать Пригласили меня на работу в областной комитет комсомола В орготдел Ну я не знаю, что буду делать там в орготделе Ну правда, в течение года меня перевели в школьный И там вот у секретаря Таисии Григорьевны Зацепиной У нее были студенты А у меня были вожатые и пионеры Я не знаю, кто кого заметил Почему вызвали, поручили Честно говорю, не знаю Работала и работала Что было поручено Я считала это очень ответственным И старалась так делать Совсем не задумываясь Как это получается Потому что, как мне говорили Так я это все оценивала Ну вот, и моя как-то кульминация Вот в этот момент была Что я ощущала себя, понимаете Вот то, что я В период строительства дворца два года С 72 по 74 дома появлялась После 11 ночи или после 10 Частенько Вот И я не додавала детям Не додавала семье Это у меня ничего в голове не было У меня только была радость Каждый уголок дворца мне был знаком Мы к этому очень тщательно готовились Весь коллектив, конечно И я не встречала со стороны коллектива Ну как вам правильно сказать Не добросовестность какой-то Потому что все были радостные очень Все Дело в том, что предшествовало дворцу Маленькое помещение улица Ленина Улица Кирова Там шесть комнат всего-навсего Один зал Он был актовый, репетиционный Для ансамбля хореографического Разных профилей Осетинских танцев Русских танцев Художественная гимнастика Все было сосредоточено Настолько вот сменялось одно другое Вот то, чем мы там располагали И когда на бюро областного комитета партии Где меня назначали туда на работу После обкома комсомола Мне сказали, что построим вам дворец в пять лет Потому что деткам негде заниматься Мы это понимаем туда-сюда Это все были слова одного человека Белария Мазайча Кабалоева Который был тогда первым секретарем обкома партии И вот он посмотрел, в каких условиях Так сказать, работают детки Учатся и себя ставят на ноги И он это решил Это была его инициатива Труды, конечно, были наши А инициатива была за ним Поэтому то, что сейчас наш дворец Носит имя этого человека Белария Мазайча Кабалоева Я считаю, что это очень правильно Так интересно Когда здесь уже был решен вопрос О строительстве дворца Но искали место Беларий Мазайч определил его Вот здесь был двухэтажный дом Долгострой Дома культуры Работников МВД Ему доложили А он говорит Думал-думал и говорит Милиционеры найдут, где отдыхать Это центр города Шикарный сквер Здесь будет дворец пионеров Ну а потом Когда уже Мне принесли в дом пионеров Туда документацию Вот по этому двухэтажному зданию Посмотрели А там комнат нет Там актовый зал Вот это читальный зал Спортивный зал Малый зал А комнат нет Надо достраивать третий этаж Мы сочинили письмо Я с этим письмом Беларий Мазайчук туда-сюда И устроили нам третий этаж Вот так состоялся этот проект Но тут уже была стройка Когда в 72-м году Меня приказом Министерства образования Как назначили сюда Наблюдателем Или как-то там написано было По стройке Конечно я находилась здесь От начала до конца Потом я вошла в раж Во все дырки Приходилось совать свой нос Потому что нужно было Ой, я сейчас постараюсь Если это у меня получится Если это получится Быстро найти Нет, это не оно Сейчас, сейчас, сейчас Подождите Я вот сейчас найду То, что я вам хочу показать Нашла Вот моя бумажка Сама Вот ей 45 лет Смотрите, я планировала Значит Зам по учебной части Ну, бухгалтерия там Это зал Зам по главным Патриотические Оргмассовая работа И так далее И здесь Хор На Цтэн-дэн-дэн-дэн-дэн Здесь техническое Что только не планировала Здесь Здесь по отделам Потом мне это сокращали Я высчитывала Точно Поэтому Вот я знала только Что нужно Чтобы это были Вот всесторонне Развитые Всестороннее такое Воспитание Туда-сюда Третье-десятое Ну, в общем Вот эта бумажка У меня такая Я ее пока Живая берегу Но потом, конечно, Выкину Ночами ловили мы Голубей Сколотили вот такой ящик Тут сетка И всех голубей Которых бабушка Кормила на площади Перед зданием Дома Советов Правительственной Посадили в этот ящик Потом Громоздили его На крышу И в самый Кульминационный момент Когда Объявлено было Открывал дворец Кабалоев Ему было Доверено Большому другу Детей Разрезать ленточку А наши детки Топчаева Наташа Которая прислала Поздравление Когда было 40 лет дворцу А другой Мальчик Который работал Закройщиком Потом Брюк В доме моды Он держал Этот вот Наш ключ Который нам Подарил Построитель Ну условно Это все Красиво Это было И когда Разрезана ленточка Музыка И Крыши Стая голубей И фейерверк И это было Незабываемо А дети Какие радостные Были Тут была Вообще такая деталь О том Что весь участок От перекрестка До Окончания Вот этого Нашего квартала Вся Проезжая часть Была забита Не машинами Не людьми В общем Это было Седьмое чудо света У нас Это была радость Понимаете Всего города Всей республики Как же я могла быть В этот момент Несчастливая Но я по-моему И не спала Но там Есть фотография Одна У нас Это Трибуна На ней стоят Все гости А я не могла Идите Вот Нет-нет-нет Я внизу стою Потому что Я должна увидеть И моргну кому-то Если что-то Они бегут ко мне Если что-то, что-то, что-то И я спокойна И когда все это получилось Вот знаете Как будто у меня что-то Вот Я не знаю Вот я сейчас вознесусь на небо Вот такое было состояние Потом же они зашли все В большой зал Там было действо Сначала Мнение гостей Которые Оценивали это Потом Генерал Зуцев Вот Он там висит Знамя Пионерского движения Республики И он это знамя Торжественно внес Вручил нам Вот такое вот Знаете Возвышенное все было Потом была наша Самодеятельность А вокально-инструментальный Наш ансамбль Конечно покорил всех Когда вот вышла Вот такая кнопка И поет В мире много сказок И так далее И так далее Только мама подарила И все И все И зал прямо хлопал Здравствуйте Вот загляните Это кружок Авиободельный Наш Это мы летаем В Америку Правда? Да Скоро будем Скоро будем летать В Америку Вот Делаем Какой самолет Какой самолет Делаем Это будет радиоуправляемый Самолет 12 мая Понятно Понятно Первым таким почетным гостем У нас был Александр Иванович Покрышкин Трижды герой Советского Союза А тогда еще Авиамодельный кружок Был так мало оснащен И все и все Но он увидел Посмотрел Поговорил с руководителем Пожелал добра И вот все И потом началось И космонавты И шахматисты И Тигран Петросян Проводил здесь сеансы Единовременной игры Но дело в том Что вот шахматы Перешли сюда От маленького того же Дома пионеров Так же Но мы ни на минуту Не прекращали работу Этой шахматной секции И она в общем-то Проявилась До конца Мы все время пробивали 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 Даже когда совсем На нас внимания Не обращали И на шахматистов Тоже И сейчас постоянно Постоянно И шахматы Идут и развиваются Посмотрите Через пять лет В Осетии будет Очень правильный Уровень Результативности По математике Наверное У них нет занятий Сейчас Не по расписанию Не посмотрим Как нет занятий Есть Здравствуйте Мои дорогие А кто Кого побеждает Так А там сделали Вход отдельный Да Вот Понятно Понятно Вот это Вход сделали Здесь маленький Потому что Ну так получилось Чтобы Отдельно Занимались Одни и другие Ну видите Какая база Здесь шикарная Радист Наш Грайос Вахтангович Тетрашвили Они жили Рядом С тем Маленьким Домом Пионеров И он Все время У нас Бывал Еще Ни в какой Кружок Не ходил А вот Выпустит Его Мамаша Он Мороженое Кушает И кругом Ходит Смотрит Он И в Скульптурном Кружке Занимался И очень Хорошо Лепил Он И в Драматический Кружок Ходил Но он Перестал Туда Ходить И стал Ходить В радиокружок И засел Там Ну и Вдруг В один Прекрасный Момент Выставка Технического Творчества И потом Результат Что Из деталей Собрал Телевизор И тогда Быков Его руководитель Он работал В ГМИ А у нас По совместительству Пришел Ко мне С заявлением С просьбой Освободить От работы Я говорю В чем дело Анатолий Что случилось А что мне Тут делать Если ученик Меня уже Переработал Вот так И вот так Ушел Ну он заканчивает Школу Его призывают В армию Ну и вот А тут дворец Строится Он без конца Пишет Маме письма Спроси У Анны Аркадьевны Если там будет Молоточная связь Пусть никого На работу Не берет Я скоро Уже освобождаюсь Пусть никого Пожалуйста На работу Не берет Ну и короче Говоря Он пришел Из армии Бросил сумку И сюда Там на столе Явство Пироги А он Здесь Потом ему звонят Потом приходят За ним А он счастливый Довольный Мотается по этажам Получается Так что связь Времен Оттуда И по сегодняшний день Идет Та база Которая Перешла сюда От того Маленького Дома Пионеров Она явилась Началом Ну вот В таком варианте Если там были Синские гармошки Пять человек Детей То здесь Она выросла В секцию Гармоники Которая До двухсот Человек А маленький Джигит Танцевальный Потихоньку Потихоньку Становился На ноги Уже разросся Отдельный Кабинет Отдельная Комната Возможность Аккомпаниатор Не один А чтоб Звучала Музыка И так далее Вот так Мы взяв За основу И специалистов Не всех Я перевела Сюда Но большинство И продолжили А здесь А здесь Новые Нарождаться Стали Потихоньку Потихоньку Коллективы И это У нас Где-то Через Пять Семь Ну максимум Десять лет На всю На всю страну Стали выходить Не только Маленький Джигит И вокально-инструментальный И хореографический Но и премьера Работающая по такому Синтезу Вокал Хореография Сцен Движения И конечно Задача коллектива В том Чтобы Сейчас Не потерять Не растерять Наработанное За эти Почти Полвека На этой базе Привить Все то Чем сегодня Живет страна Привить все то Чем наши дети Будут завтра Управлять Чем они будут Жить завтра И все это Внедрить Позволяют Пока Помещение Позволяет Пока Потенциал Педагогов Сейчас Очень большое Внимание Нужно уделить Российскому Движению Школьников Потому что Это как раз Гражданское Воспитание Это Патриотическое Воспитание Оно Необходимо Надо Систему Создавать Только Систему Без Системы Никакого Воспитания Не Понемножку Понемножку Как Говорили Тогда С чего Начинается Родина С картинки В твоем Букваре С Хороших И верных Товарищей Живущих В соседнем Дворе Можно Находить Меньшую сумму В кошельке Но зато Больше Удовлетворение И Со стороны Где ты живешь С какими людьми Общаешься Где твой Отчий дом Как ты к ним Относишься Как тебе Скучно Без них Будет Или не Скучно И как ты Хочешь Чтобы то Чем ты Занимаешься Было лучше Выше Интереснее Чтобы ты Получал Удовольствие А вот Это Наше Горделивое Панно Чем мы Гордимся Идите Сюда Послушайте Идите Идите Вот Это Как Называется Техника Исполнения Как Это Малька Молодец Молодец Это мозаика И вот Смотри С чего А техника Исполнения Каждый Маленький Камешек 0,5 Квадратного Сантиметра Это же очень Знаешь Какая работа Это сделано Вот Это Панно Которое Единственное В нашей Республике Площадью 150 Квадратных Метров Выполненное Цветной Смальтой Модулем 0,5 Квадратного Сантиметра Вот так Мелко Тема Ленины Дети Там Понимаете На всю Вот эту Стенку Был Джигит Но он Был В штукатурке Вырезанный Вот так Вот Контуром Вот это И все Оформление Потому что Не было Денег Доходит Это Опять До Кабалоева А тут Приезжают Из Москвы То ли Они После Косыгинского Института То ли После Суриковского Я не могу Сказать Это был Володя Кисиев И Батрас Фидаров Вот Они Двоем И Предлагают Свой Эскиз Привезли Эту Смальту В ящиках А теперь Нужно Ее Сначала Дробить И вот Четыре Месяца У меня Был Спортзал Закрыт И Сидело Четыре Человека Начинающие Художники Они Сидели И Били Эту Смальту А потом Пригласили Из Москвы Специалистов И на основании Эскиза Бралась Такая Метр На Метр Или Метр На Шестьдесят В зависимости От Эскиза Рамка Делалась Потом Привозили Значит Раствор Цемента 96 А то Еще и выше Пробы Я узнала Что это Есть Такое Дело И Значит На вот Этот кусочек Согласно Эскиза По цветам Закладывался Рисунок И вот Когда готовы Вот эти Планшеты Что ли Сказать Уложенные Этой Я первый раз В жизни Это видела Сама Потом Оно укладывалось На стенку Знаете Уже Четыре года Работал Дворец И где-то В 78 79 Было Только Готово Это Панно Ну Наступил Момент Расплачиваться С этими Художниками Со всеми А я Ничего Не знаю Никакого Договора Я не Заключала Понимаете Вот У меня Все это Было На эмоциях На радости Счастья Что это Все Понимали Руководители И вот Повел Меня Ужегов Михаил Гацир Чуть Сагара Он был Председателем Совета Министров Это Как сейчас Председатель Правительства Ну А где Договор Ну А как И вот Они Меня Значит Немножечко Просветили Поругали Потом Похохотали Надо мной Вот Вот У нас Такое Панно Больше В республике Такого Нет Гордитесь И Нигде Если Ты Увидишь Какой Нибудь Мальчик Подойдет И будет Ковырять Сделай Замечание И не Разрешай Видишь Вот Это Уже Мы Ремонтировали Вот Потому Что Подходят И Интересуются А вот Отпадет Это Или Не Отпадет Вот Так Так Что Берегите Это Ваш Дворец Чтобы он был красивый Всегда Кого Вы ждете Кому На занятия Пришли Возвращая Елизавета Георгиевна А Понятно Молодцы Молодцы Отзанимались Ну Идите Домой Так Пойдемте Дальше Это Наш Маленький Розарий Который Мы Тоже Бережем А мы Кого Ждем На занятия Или Вы уже Отзанимались Мы Ждем Ждете Да А Кого Елизавета Георгиевна Елизавету Георгиевну Ну Ждите А во сколько Должны быть занятия В два А В два Ну тогда Есть время Еще Еще у вас Десять минут Первое сентября Уже Девятнадцатого Года Это Во дворце Будет Начало Сорок шестого Учебного Года Так Так вот Почему Были Какие-то Хорошие Результаты Какие-то Достижения Ребята Которые Выросли Здесь Они Их Имеют И прочее Ими Можно Гордиться И у нас Где-то Процентов До Двадцати Педагогов Которые Воспитанники Этого Дворца Кончили Учебные Заведения И вернулись Сюда На работу Почему Получалось Это Все Потому Не просто Учили Во дворце Играть Шахматы Танцевать Петь Рисовать С постом Заниматься Но параллельно Воспитывали Гражданина В них А для этого Мы шли В ногу С жизнью При любых Направлениях При любых Темах При любых Задачах В центре Остается Ребенок Как Карл Маркс Изрек Самая большая Ошибка У человека Если он Выбрал Не ту дорогу Не ту Профессию Я говорю Все Отдано Но Как-то Это все Связано С радостью Радость Которую Вот испытала Когда открывался Дворец Когда какое-то Мероприятие Проходит Такое Как итоговое Как результат Где мы что-то Что-то Показываем Даем Я скучаю Очень Очень скучаю Потому что Ну где-то Я и пользу Могу принести И Неудобно Я веду себя Очень аккуратно Я не вмешиваюсь Допустим В решения Административные Дела И так далее Нельзя Это Бестактно Я как-то Слежу за собой Чтобы свое Эмоциональное Восприятие Не выливать А подумать Немножко Это я с собой Борюсь Я уже Наполовине Умница В этом плане Но все-таки Сейчас уже Больше такого Ой, Анна Аркадьевна А как вы Вот об этом думаете А как вы То Как в итоге Давай Давай Ну ты Повторяешь Свою маму Давай Внук Ты на какое Число Взял билет Ну я еще Не взял Де-де-де-де Теперь узнаю Что он взял Опять спрашиваю По телефону Ну когда Ой, ну Я потом тебе скажу Я сейчас звоню Он уже едет Подъезжает Дом Фантазия 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 Сюрприз Сейчас будет Там шум Крик Но у меня есть Обед дома Это самое главное Да Это самое главное Обед есть дома Корр и сейчас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok